Приветствую вас! Возможность принять решение, конечно, есть. Есть возможность вам в этом помочь. Другой вопрос в том, насколько вы готовы к помощи, насколько вы готовы к работе над собой, потому что в вашем тексте очень много всего намешано, и, в общем-то, такое ощущение, что вы просто хотели выговорить. То есть вы выговорились вроде бы, но легче ли вам от этого стало? От того, что вы выговорились. Мне кажется, что, ну, немного, может быть, и стало легче. Немного. Ну, а дальше, как бы, что? То, знаете, да, не совсем понятно. Вот. То есть в каком направлении вам работать. Чтобы принять решение в этой ситуации, вам, пожалуй, необходимо четко отдавать себе отсчет в приоритетах. Вам необходимо решить все свои внутренние конфликты, которые есть у вас. Вот. И только тогда вы сможете принять максимально адекватное решение, такое, чтобы оно устраивало целиком и полностью вас. Вот. Итак, вы пишите. Прочла у вас на форуме вопрос молодой женщины о том, что ее мать постоянно критикует, а почитала ответы на меня не удовлетворили они. Эээээ. Чем? Чем не удовлетворили? То есть, ну вы бы и продолжили, вот, свою мысль, что... Мене не удовлетворили ответы. Понятно. Но чем? Дело в том, что до настоящего дня, с 2002 года, я был бизнес-вумен вполне себе успешного предприятия, то есть вопросов о самореализации и самооценке, казалось бы, быть не должно, но они есть и огромные, правильно, потому что самореализация и деятельность, бывают разными, и иногда, иногда, то, что человек делает, совпадает с тем, какие у него ценности, совпадает с тем, какие у него взгляды, совпадает с тем, что для него важно и ценно, и человек, делая что-то, ну, делая что-то, занимаясь чем-то, человек, как бы так сказать, он делает это для себя, он не делает это для других, он не реализует какую-то другую потребность в этом, в работе, в своей деятельности, да, может быть даже в семье, но у нас не так, потому что вы пишете, с матери у меня с самого детства не заладили соотношения, любит она больше мою младшую сестру, с этим ничего нельзя поделать, так сложилось. Смотрите, вы говорите, что мать любит младшую сестру больше, да, но как, как, простите, можно оценивать, если угодно, любовь с позиции больше, меньше, с позиции лучше, хуже, ведь это любовь, чувство абсолютно не поддающиеся, на мой взгляд, каким-то оценочным, размерным характеристикам. Вот, вы говорите, что вас она всё время критикует, мама критикует, но вы не знаете, почему она это делает, вы не знаете, почему она критикует вас, может быть она хотела для вас чего-то хорошего, может быть она хотела вам добра и хочет добра, ведь именно благодаря её критике вы и стали, может быть, той, кем вы стали. Да, у этого есть негативные аспекты, безусловно, и мысли о себе у вас не самые лучшие, но именно критика вашей мамы, я не говорю сейчас про других людей, именно критика вашей мамы столкнула нас без тем, кто вы есть. Возможно, именно этого и хотела ваша мама для вас. Да, это не совсем правильно, да, это не совсем верно, да, можно было по-другому, да, она переборщила с критикой, безусловно, вот, и всё такое, но необходимо понять мотивы вашей мамы. Заметьте, про мотивы вы ничего не говорите, про её намерения вы ничего не говорите, про её желание чего-то для вас, вы ничего не говорите. Но человек зачем-то критикует, и кто знает, может быть, именно так она и проявляет свою настоящую любовь, а к младшей сестре вашей она проявляет любовь совсем совсем по-другому. То есть, разных людей любят по-разному. Например, младшей сестры она любит так, как любит, потому что не видит в ней потенциала, не видит в ней каких-то способностей, не видит в ней, ну, тех возможностей, что, к примеру, есть у вас. А у вас видят, и из-за этого критикуют. Я не говорю, что это обязательно так, но я говорю, что это один из вариантов, и я пытаюсь оставаться нести, что прежде, чем выносить вердикт, вот этот вот детский вердикт, основанный на обиде на маму, что вот ты меня там не поддерживаешь, значит ты меня не любишь, и так далее. Прежде, чем выносить такой вердикт, давайте разберёмся с тем, чего хочет мама, давайте подумаем, чего хочет мама, давайте поисследуем этот момент. Дальше. На балках одной руки можно пересчитать в случае, когда я чувствовал её поддержку. Опять же вопрос к вам. А почему вы не считаете, что мама ваша, условно говоря, должна вас поддерживать? Почему вы считаете, что она может вас поддерживать? Ведь отношения складываются не только у вас с ней, но и у неё, с вами. И если у неё пошло, она тоже чего-то в отношении к вами может, а чего-то нет. Дальше. Так. И во всех моих проблемах я была виновата сама с самого детства. Я бы сказал, что здесь вот эта вот сама идея, сама идея такая, ну идея обвинения, да? Да. На мой взгляд, свидетельствует о том, что в нашей семье не было личных границ. То есть, запросто можно было обвинить вас, ну вас, к примеру, да, там, в чём-то, допустим. Вот. И при этом вы, ну, действительно, посчитайте, что вы виноваты. Вы, наверное, и привыкли так вот думать, что вы виноваты во всех своих проблемах. Хотя это, безусловно, не так. Нужно научить вас отграничивать свою ответственность от ответственности других людей. И брать на себя только ту ответственность, которая является непосредственно вашей. То есть, отвечать только за себя. Я полагаю, что для этого, конечно, вам нужна, ну вам нужна психотерапия. Для этого вам нужна психотерапия. Я думаю, потому что тут, с одной стороны, вообще сама идея об ответственности, да, сами представления об ответственности, на мой взгляд, требуют определённой коррекции. Вот. Вот. Ну и просто на уровне чувств, на уровне чувств, мне кажется, тоже вот необходима работа вам в этом смысле. Сейчас я могу предложить вам почитать книгу Сталсинда. Она называется «Барьеры». Вот. Вы можете прочесть эту книгу. Вот. Она даст вам такие базовые представления о том, что есть барьеры, что есть границы, личные границы. Вот. Там, в этой книге достаточно много внимания уделяются религии. Религии, вот. Я надеюсь, что эти моменты, в зависимости от своего отношения к религии, вы опустите или воспримите, ну, фильтрованно. Вот. Нас с вами волнует именно то, что там касается личных границ и отделения себя от других людей. То есть, наша мама этого не делала. Вы этого делать не умеете. Что же. Этому нужно научиться. Дальше. Я научилась решать все проблемы, кроме отношений с близкими. А, понимаете как, опять же, может быть вы и научились решать проблемы, но для отношений с людьми необходимы два условия. Первое. Это принятие себя и партнера полностью, безусловно, вообще. Вот. И второе, это, соответственно, четкое отделение себя от партнера. То есть, нужно отделять себя от другого человека. То есть, четко, четко понимать, где я, где он. Вот. И, вероятно, не зависеть от партнера, ну, в плане своих потребностей. Да? Дальше. Даже в мои очень серьезные годы, я сама уже в бабушках четырех снуков, меня до сих пор очень задевает, когда люди, мат, муж, которые казалось бы, должны тебя поддерживать. Нет. 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 Не должны. Смотрите, какая штука. Не должны. Могут, но не должны. Вот это ваша ключевая ошибка. Но вы считаете, что должны. На самом деле, не должны. Это их право, но не обязанность. Прогласитесь, это разные вещи. И задевает вас только-только потому, что вы сами в этом, вероятно, испытываете потребность. Ну, вот, в том, чтобы начать, ну, получать поддержку, скажем так. Вы сами, а, испытываете в этом потребность. Поэтому, ваше дело. Вам самой, самой не хватает поддержки. Вам самой не хватает принятия себя. Вам самой не хватает уверенности в себе. В отношениях с близкими. Вот. И поэтому вы так сильно в этом нуждают. Но люди не должны поддерживать, потому что кто-то может что-то делать, кто-то нет. Кто-то может что-то делать по-своему, кто-то это вообще не может делать. Кто-то считает на полном серьезе, что именно критикуя, он поддерживает. Вот и так вот. Дальше. Так. Всегда найдется кого-то из сторонних. Критики я не боюсь, имею в виду этого. Слушайте, ну, я не сторонник крестьянских позиций, если тебя ударили, надо поставить вторую щелку, но, как бы так сказать, не надо удар держать. Вот. То есть, здесь уместно применять принцип, ну, хотя бы Сократ, например. Который говорил о том, что не обижается на то, что ему говорят, потому что это не касается его. То есть, зачем обижаться на то, что его не касается. То есть, когда вас критикуют и критикуют абсолютно несправедливо, вот, то вам ни в коем случае не на это реагировать. Ведь критикуют вас несправедливо, вы точно знаете, что к вам это не относится. А если ситуация такова, что вы чувствуете, что вас задело или чувствуете, что вам неприятно, значит, эта критика, критика, она попала в нужную точку, в нужное русло. И от нее не нужно обижать, ее нужно принять, нужно понять, что вас задевает и выработать в этом отношении. Либо что-то поменять, либо, соответственно, решить для себя, что я хочу, чтобы было только так и не иначе. То есть, вы критику воспринимаете, как какую-то угрозу, вы говорите о критике, как о какой-то войне, а на самом деле все очень просто. Все очень просто, если вас что-то задевает, нужно просто использовать это для своего развития, для своего прогресса. А то, что к вам не относится, игнорирован. То есть, нужно совсем по-другому воспринимать критику. Яркий пример, который я могу привести, это пример мой собственный, связанный с моим голосом, с моей дикцией. Начинаю работать, я прекрасно знал, что многие будут меня, например, вменять, инкриминировать то, что говорю я не очень хорошо. Но у меня, когда стал выбор, что делать, либо обращаться к логопеду, либо нет, я решил, что я не буду этого делать, потому что это будет моя особенность. И, соответственно, таким своеобразным фильтром для того, чтобы понять, мой клиент или нет. И поэтому, когда меня критикуют, я просто понимаю, что меня критикуют за то, что я сам для себя решил оставить как есть. Но, если меня что-то вызывает, я смотрю, я смотрю, я всегда смотрю, что я могу исправить, и чтобы меня не задевало. Ну, это какая штука. А вы же, вы же просто пытаетесь бороться с критикой, что является тупиковой ветвью развития, потому что, ну, это борьба. Дальше. Самое трудное время, когда ты без кожи делишь с ними, а тебе, что называется, поддых. Вопрос, а для чего делишь? Вопрос, а для чего делишь? Вопрос, для чего делишь? С кем вы делитесь? С кем вы делитесь? Ну, это то же самое, как, если бы, знаете, вот, от психолога, да, того же, ждать, я не знаю лекции по физике, вот. То есть, может быть, безусловно, есть такие люди, которые владеют и психологией, и физикой, но, как правило, психологи – это гуманитарные. И гуманитарные ни в коем случае не разбираются в технических науках. Вот. Знаете, какая штука? То самое здесь, вы говорите, делись, а не подлых, так что вы, простите, вы всё этих людей первый день знаете? Нет. Вы что, не осведомлены, какие у них возможности? Нет. Вы знаете, какие у них возможности? У людей. Так для чего делитесь тогда? Зачем? Знаете, кажется. То есть, вы говорите, а не под их. А не под их. Так они-то, как бы, такие же, какие есть. Вопрос в том, что вы ожидаете от них чего-то совсем другую. Знаете, какая штука? И делиться можно, опять же, с людьми только тем, что вы ничего не ожидаете. Делиться чем-то таким важным для нас сегодня с людьми проверенными. Это, к сожалению, ну, далеко не всегда люди, которые, вот, входят в, так сказать, ваш круг родных. Это просто люди, это друзья, как правило, да? Это, может быть, любимый человек. Но, опять же, не факт. То есть, вы как будто обвиняете в том, что они вам дают отдых. Но это, еще раз повторю, это люди, их особенность. С матерью я уже давно перестал делиться своими проблемами. Опять же, для чего вы делитесь своими проблемами? Чтобы вас пожалели, чтобы вас поддержали, допустим. Но тогда нужно делиться проблемами с тем, кто может это предоставить. А смысл делиться с тем, кто этого не может, в принципе. Дальше. Совсем недавно, когда я спросила, почему ты меня никогда не поддерживал, она ответила, я всегда знал, что ты со всем справишься. И это действительно так. Она права. Ваша мама права, вы действительно со всем справились, справляетесь со всем. Но я не совсем справляюсь, я человек, который совершает ошибки, которому просто нужен рядом человек, который себя безусловно любит. Вот. С точки зрения психологии, это означает, что себя вы безусловно не любите, себя вы безусловно не принимаете. Иногда здесь в том, что это делает другой человек, а значит, склонны к зависимости, к эмоциональной привязанности, либо к, наоборот, значит, затрудненному сближению с другими людьми. И вы абсолютно искаженно воспринимаете ошибки. То есть в ошибках нет ничего плохого. Ошибки – это нормально. Ошибки – это рост. Но вам почему-то кажется, что ошибки быть не должно, и когда вы их совершаете, как и для вас, что-то трагическое. Вот в этом всё дело. Дальше. Я рассчитывал на такой, на такой тыл, значит, в лице мужа. Да нет. Нету на них. На себя надо рассчитывать, а не на кого-то в первую очередь. Не могут люди, вот не могут люди, да, как бы так сказать, относиться к человеку не так, как он относится к себе. Для этого нужна очень большая сила воли и исключительные способности. Дальше. Я рассчитывал на такой тыл в лице мужа. Но он не самый успешный в финансовом смысле человек. Как он мне сказал, кто может зарабатывать, тот зарабатывает. Постоянно меня критиковал. Ну, опять же, да, вот вы как-то же с ним сблизились, да, вы же его выбрали, вы же выходили за него замуж, вы же как бы начали с ним отношения. И вопрос к вам. Если он вас критиковал, так зачем вы с ним в отношениях не ходили? И самое главное, что породило у вас ожидание того, что он будет вас поддерживать, если он вас критикует. Если вам был нужен такой человек, такой мужчина, то как бы критика это исключает. Дальше. Так. Постоянно меня критиковал. Я как по бизнесу с ними делился проблемой, надо же с кем-то поделиться. Так и в отношениях меня с моими детьми и родными. Это самые больные темы. Так, а почему же они анонимны, самые больные темы? Давайте сделаем так, чтобы они перестали быть больными для вас. Почему вы не хотите принять лично ответственность за то, что темы эти больные и что-то с этим делать, а ждете от людей, что они оккупируют вам то, что тяжело? Это инфентильная постепозиция. Дальше. У нас с обоих это был второй брак, я уже был в разводе, он собирался это сделать и сделал. Получим, получим большой любви в моей планете, точно. Ну, слушайте, любовь, опять же, каждый понимает безусловно, да? И очень было бы неплохо, если бы вы мне описали, что такое любовь, и как вы ее чувствуете, и как вы ее выражаете. То невозможно, что то, что вы чувствуете, не любовь, а что-то другое. Вот. Кроме того, если у вас в первом браке что-то не получилось, да, то нужно, опять же, смотреть там ошибки, какие вы сделали, чтобы все это скорректировать. Мы оба в начале наших отношений без работы, но у меня было еще двое моих детей, которых он так и не принял, критиковал меня как мать, просто терпел. И вы почему-то на все это пошли. То есть, вы пошли на то, что ваши мужчины, которые, по идее, вас любят, не принимают ваших детей. Что это, как не определенная потребность и нуждаемость в человеке? Через восемнадцатый год я только на сегодняшний день имел успешный лист, а он стал просто сотрудником-клерком одной из компаний. Ну, вы знаете, есть подозрение, оно, конечно, не точное, но есть такое подозрение, что вы, вероятно, так или иначе, мужчину могли подавлять своего. То есть, так же, как и мать ваша критиковала вас, так и вы, возможно, критиковали его, либо подавляли, просто лишали его инициативы. Я, конечно, не знаю, но с учетом того, что ваша мама, она была вот такая, с учетом того, что вы сами, значит, ну, бизнес-вумен, вот. Да, я полагаю, что вы просто задавили инициативу у человека. Дальше. Тем не менее, практически ежедневная критика и ни слова поддержки. Ну, так а почему вы на это соглашались? Ради чего вы терпели? При том, что я ему иногда объяснял это не очень более, когда у меня слова поддержки, я получаю от него серьезную порцию негатива. Ну, то есть, посмотрите, перекладывали ответственность на него за это все вам было. С проблемами на работе я справлялась, а вот с тем, что получала от него, нет. Ну, так это вопрос к вам, как вы выстраиваете отношения? Дабы не разрушить отношения, я глопала, так, соглопала, замолкала из серии, лишь бы не было войны. Так, а почему вам так важны отношения? Для чего они были вам важны? Теперь, зная, это стала ошибка, но меня очень обжег. В первой браке у меня развился блок на то, чтобы определять какие-то претензии к мужу. Значит, нужно проработать с травмой, которую вы получили от первого брака. В первом браке вы тоже отношения выздоровели неверные. Все, наконец, все надоело и мы расстались. Очень больная обидь. Ну, вот опять, да, боль и обидь. То есть, это такие детские, регрессивные чувства у вас. И, соответственно, никакой личной ответственности за это нет. То есть, насколько вы ответственны в своих делах, да, насколько вы безответственны в своих чувствах. Потому что чувства вам подавляют. Нахожусь в источайшей депрессии. Полгода была на транквилизаторах. Слушайте, ну, если у вас депрессия, то я должен был диагностировать врач. Если вот тот же врач нуждает лечение, в том числе и психотерапевтическое. Так, сейчас от всего отказалась от бизнеса. Она продала квартиру, чтобы помочь сыну в квартирный вопрос. Мне кажется, что вы здесь жертвуете. Вот вы как были жертвы с детства, когда мама вас критиковала, так вы и находитесь в этой позиции жертвы. Вы треугольный Карпмана излучите. Решила все послать и уехать, пока еще есть силы на что-то. Уехать куда? И зачем? Будет один момент. Мама очень пожилая и очень больная женщина. Сестра много лет назад уехала в другую страну. У нее кроме меня никого нет, да и окружение еще. Слушайте, ну о маме можно позаботиться без ущерба для себя. Дети мои тоже устроили свою жизнь, хотя сын постоянно преподносит сюрпризы. Но опять же, как вы ответственности не несете за свои чувства, так и сын тоже. Я уже не в силах ему помогать. Я настолько от всего устал от чего, что мое существо требует справедливости. Опять, да, опять детское чувство. Какой справедливости идет речь? Справедливость для всех своя. Хочу все бросить и заняться наконец своей жизнью, а не обеспечением комфорта тех, кого любил. А что вы делали все это время, когда, например, работали в бизнесе? И что значит заняться своей жизнью? Почему ради этого нужно, а то всех уехать, а всех бросить? Вы можете заниматься своей жизнью, научившись говорить «нет», научившись говорить своим близким людям четко «нет» в определенных моментах. Вот и все. Давайте не будем искрайность, искрайность бросаться. У меня больше нечем их любить, любить. Ну значит вы не любили никогда, потому что, если вы любили, то любовь она бесконечна. А если вам нечем их любить, значит это была не любовь, а что-то другое. Боюсь ошибиться в себе, как бы потом всю жизнь из себя не винить, что оставила больной мать одну, но вместо нас плохо получается жить. Я в тупичке и говорит, что есть возможность помочь принять решение моей старты. Я полагаю, да, вам просто, еще раз повторяю, нужно ограничить себя от других людей и четко научиться говорить «нет», принять личную личную ответственность за свои чувства, за свои желания, избавиться и избавиться, освободиться от излишнего чувства вины, которое у вас имеется. И после этого, я думаю, у вас будет все в порядке. Вот. Ну и, конечно, если у вас имеется депрессия, то депрессия требуется лечение. Это безусловно. Ого. Ого. Ну вот, в принципе, так. То есть, как бы, если вы хотите помогать маме, окей, это можно делать без вреда для себя. На этом все. Прочитайте книгу, что я вам порекомендовал, она вам поможет получить какие-то базовые представления о том, что нужно. Вот. И если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.